Субтитры создавал DimaTorzok И где приходится преодолевать такое коммунистическое сознание, ну слава Богу, это получается Насколько получается, наверное, Богу известно Вообще, вот такое переселение в Сибирь, как оно Вами воспринималось? Как цветочек на навозе Это все удобрение Дело в том, что Сибирь своим климатом, своим своеобразным таким устроением людей Она помогает самому главному делу Может быть, человек не всегда осознает Или не всегда до конца осознает Но ведь мы как у Бога, как растение, которое Он досадил И Он смотрит за этим Где поливать, где разрыхлять Где от мороза укрывать, где-то еще что-то Выносить на свет Поэтому, если предаться воле Божией И знать, что наш прекрасный садовник Не просто так нас посадил Имеет в своих планах Чтобы мы росли Чтобы мы Хотя бы не Не засохли Да Что, может быть, и плоды какие-то у нас получат С нас получать То, значит, все нормально Надо просто довериться Ты создал Ты посадил Значит, делай, как знаешь А наша задача открыться на эту волю Божию Наша задача постараться понять Не то, почему в Сибири И зачем, и за чего А постараться понять, как нам раскрыть свой парус по ветру Чтобы кораблик шел так, как так Вот это главное И, конечно, в каждой местности В каждом Мне пригодилось просто в разные места побывать И до служения И во время служения священнического своего И мне кажется, что везде есть свои какие-то обычаи Это какая-то ситуация Какие-то традиционные вещи Главное Войти в это и понять Как ты вот там Выживаешься Или как Как ты можешь Можешь пустить корни Можешь им Дать прирост Своей душе Своим духовным каким-то Или каким-то человеческим хорошим направлением Вот и все А все остальное Кто создал, кто направил Нам кажется, что вот нас отправили Нас там Сняли или поставили Это все Господь И Самое главное Что мы понимаем Что Он это Из благих целей Не из-за чего А для чего Для того, чтобы мы Вот в этих условиях Достилили того, что Он от нас хочет Вот и все Поэтому Конечно Вначале Я не мог привыкать К Этим полям Я люблю лес Конечно Мне Екатеринбург С лесом Мне нравился Ну когда Киргизия Там горы К тому Ну да Вот А к полям Немножко Не очень А сейчас Вы знаете Я смотрю И Уже понимаю Конкретно Что мне Полюбились Эти поля Это Пшеница Вот Золотая И Все прекрасно Надо просто Заметить Надо просто Понять И принять И все Я ничего Ничего не хочу И И никуда И вообще Я доволен Сто процентов Владыка Вот сейчас Мы находимся В прекрасном Здании Новом Духовно Просветительском Центре Царский Но Когда-то Я знаю Что Здесь были Проблемы Вот в этой Новообразованной Епархии Даже С помещением Где архиерий Мог бы Просто жить А помещения Не было Поэтому И проблем Не было Просто Пришлось Жить там Где могли Где нашли Но конечно Хотелось Там нормально Чтобы была Епархия Потому что У нас было Семь человек Со мной Приехавших сюда А хотелось Чтобы все вместе А Человек Который был Направлен Чтобы готовить Вот это Вот Здание Там Приготовить Наш приезд Он Несколько дней Везде Старался Попасть Понять Увидеть И На одном краю Одна комната На другом Двухкомнатная Квартира Вот И Мы не могли В месте Нигде Приютиться Поэтому Пришлось Забронировать Гостиницу На пять дней Я говорю Возьмите На пять дней Я приеду Ну за пять дней Что-то найдем Но Видимо Я Был Немножко Самоуверенный Это у меня Есть такое Да Со всеми стараниями Нас отправляли 25 километров В поле Депреневский лагерь Где все природное Ничего Ни воды Ни ничего Ничего Ни отопления Вот если дождь пройдет Там такая грязь Там чернозем Что Даже джип Не всегда выйдет Оттуда Связь не было Вот Ну Потом Начали нам предлагать Здание пятиэтажное Одно там Шестная дорога построила Без окон Без зверей Ну очень большой Там не знаю Сколько квадратов Наверное Десятки тысяч квадратов Много И как-то Это в здании жить Ну и вот В конце концов Мы Уже пятый день Надо уже куда-то выйти Нам сказали Завтра Что вас не было А у нас там В гостинице А Это С багажом У меня там Эти Ризы Посухи Жезны Митры Вот Все люди Замученные Я Это Еще В хорошей комнате В Ибовской Люкской Как называется А все Наши семь На две группы Женская половина В одной комнате По три По два Вот И Поэтому Слава Богу Накануне уже Нашего Изгнания Из гостиницы Потому что Сказали Угодительно Что уже Другие заказали Вышел На улицу Никогда Я Бомжом Не был Но вот Здесь Оказался И В кармане Десять тысяч Рублей Ну и Просить Я не умею Не хватает Умения Смирения Издачу И Дождь Моросил Холодно Было А куда Надо Деться А куда Деться Ну и Нашли Мы Одного Человека Депутата Игорь Ивановна Сокол И она Продавала Дом Не могла Продавать Два года На какой-то Православной Выставке Она подошла К одному Священнику Она почитала Что это Старец Он как будто Откуда-то Сдалека Приехал Внушал Доверие И Батюшка Помогите Помолитесь Не могу Продавать Дом Он Остается Смотрит И говорит Тебе Надо Не Продавать А Благо Украшать Интересно Я хочу Быстрее С ним Расстаться А мне Надо Еще Благорушать Ну Вот И вот Когда я Приехал Срекуль И когда Я зашел В ее Дом Она Жила Одна А Женщина Очень Очень Как сказать Масштаба Большого Она Без дела Не может Сидеть У нее Там Ни Ни печинки Ни пылинки Везде Все В цветах Все Уютно Все Красиво Я думаю Ой Как здесь Хорошо Мы зашли Думаю Если она Уйдет Ничего Того Не будет Вот Ну Мы зашли Примите Нас На квартиру Нам Некуда Деться Она Я Не Продаю Я Некогда Квартиру Не Принимаю Я Только Продаю И за Сколько Ну За Три С Полиной Миллиона А у меня В кармане Десять Тысяч На Семь Человек Я Думал Как же Завтра Потому что Служба Служилась Здесь В Киуле Только По Воскресным Дням Даже Субботу Не Служилась И Вечернее Болосошение Не Было И Дохода Никакого Потому что А потом Я Только Приехал И Кто-то Пустил Слух Что Я Очень Злой И Я Не Буду Платить Зарплату И Все С Храма Испарились Одна Женщина Осталась На Лавке Ее Мама Была Старостой Ну И Она Там Настоятель Молодой Он Приезжал Уезжал Он Не Вникал В Настоятель Дела Полноценные Он Так Служил Приходил Знал Что Чай Налют Ему Что Отдадут И Все Но Она Умная Женщина Видимо Она Поняла Что Приезжает Архиерей Ее Управление Закончилось И Надо Что-то Делать Надо Постоять За Своё Место Но Слово Она Не Общалась Еще Не Успела А Уже Запереживала Хотя Мне Нужен Был Такой Человек В Помощь Конечно Вот Они Все Ушли А ее Дочка Сказала Ну Это Неправильно Вот Она Всех Вот Так Из Храма Забрала А Дочка Наоборот Осталась Лавки И Как Б Нашу Поддержку Мы Зашли В храм В субботу Вечером И Надо Начинать Всеночную Сегодня Всеночная Суббота Матрисе Сходить Был У нас Среди Нас Германах Спиридон Который С нами Из Киргизии И Я Еще Пару Человек Оказалось Так Что Два Человека Более Менее Чего Могли Петь Мы Зашли Наверх На балкон На клирус Начали В сеночную И У нас На три Голоса Прекрасно Получилось Я Даже Сам Удивился Вот И Так Хорошо Звучала Акустика Священник Кловач И Мы На клирусе А потом Нам На второе А что Вы вчера Делали В храме Вечером Как Что Мы Умолились А зачем Ночью Вечером Так Все Начали Так Везде В России Русская Православная Церковь А у нас Никого Никто У нас Не принято А как Вы А мы Просто Утром Утре Не служили Часы Литургии Причащались Вечернее Не служили Ну вот И мы Как бы Сразу Начали Как Как Какие-то Знаете Обновители Какие-то Реформаторы Вот Ну им Это очень Не нравится А у меня Нет Не хватает Времени И Терпения Ждать Когда им Понравится Им Никогда Не понравится А когда Начинать Надо Делать Так Как Положено Ну и Вот Эти Все Кроме Того Что Уже Было Готов Мой Приезд Был Уже Озвучен Здесь Программа По Теремь Мне Потом Наши Приезжане Рассказали Что Программу По телевидению По местному И в Омске И здесь У нас Телевидение Раньше Было Тоже И Про Меня Что Выгнались Киргизии И люди Возмущались А нам Зачем Такой Нужен Там Выгнали Освободились Им Хорошо А мы Что Будем Делать И Вот Они Все Были Готовы Мне Встречать Вот Такой Любовь Мне не привыкать Вот Так Началась Наша Жизнь У меня Сестра Приехала Маша Филофея Она у меня Такая Хватка Увидела Ситуацию Бегом На базар Купила Посуду Ложки Вилки Стаканы Пару Кастрюль Плитку Электрическую Чайник Такой Чтобы греться И все И мы На втором этаже В резнице В коридоре Резнице Варили кашу И картошку Варили Еще жили В Госинске Вот И радовались Что мы Не голодные Дождь Не капает В день Когда я приехал С мощами Святой Николая Я попросил Святой Николая Быть нашим Покровителем Потому что В такой парке Только Святой Николай Может быть Покровителем Мне кажется Ну наверное Есть сейчас Святая Ино Я думаю Что на него Большую надежду Возлагаю Вот И привез мощи Подарил икону Святой Николай Собору И сказал Что в этот день Рождества Святой Николая Мы служим Первую службу Ну слава Богу Начали служить Я понял Что я здесь нужен И порадовался У меня есть Что делать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok